На волне Ночное такси сегодня и всегда с Александром Крумином. Миша, приветствую тебя еще раз. Сегодня мы продолжим то дело большое, которое начали нашими с тобой записями совместными для Ночного такси. Я имею ввиду, пытаемся видео проиллюстрировать те рецензии, которые ты написал на ту музыку, которую мы выпускаем, издаем и присылаем тебе. Поэтому продолжаем сегодня и я надеюсь, что ты обязательно выскажешь свое мнение относительно того, что увидят в Ночном такси наши зрители. Близкое ретро. В программе Александра Фрумина. Ночное такси. Сегодня в рубрике «Близкое ретро» мы вспоминаем старый добрый альбом Николая Рязанова и «Братьев жемчужных». Альбом, который был записан и издан в нашей студии в 1994 году на компакт-диске. Альбом, который носит название «10 песен 20 лет спустя». Миша, ну мы ведь не зря с тобой сейчас все это вспоминаем, потому что когда эта программа будет в эфире нашего телеканала на YouTube, как раз уже будет декабрь. И это ровно уже 20 лет. Фактически, да, 20 лет с тех пор, как эта запись была сделана. Но если быть точным, не 20, а 19. 20 будет через год, потому что это было записано осенью 1994 года. 19 лет. Но все равно близко к ругодителям. Поэтому я думаю, что правильно, что мы сегодня в этом телевизионном эфире решили вспомнить эту программу. Скажи мне, каким образом тогда, мы с тобой тогда еще не были знакомы, тебе попала эта запись? Это была эпоха музыкальных ларьков. И кассет. Кассет. И компакт-дисков еще. Еще не было, да. Была кассета «Ракс». Турецкая, по-моему. Турецкая, турецкая. Да, и вот с хорошей полиграфией, заводской. Я купил ларьки. Был удивлен, что они еще живы. Как и все тогда были поражены, потому что была пластинка до этого, или немножко позже. До этого. Винила. Да. Ну, это так было мельком. А чтобы таким большим тиражом, насколько я понимаю, выпустить такой альбом. Причем там были хиты в новых звучаниях, в новых аранжировках с вокалом Рязанова. То есть это было интересно. Необычно. Ну, то есть, в принципе, до знакомства с этой кассетой ты знал, кто такой Николай Рязанов? Да, да. То есть были отдельные какие-то пиратские и коллекционные записи там «Северного», «Жемчужного». Наверное, имя Николая Рязанова все-таки было меньше известно, чем имя ансамбля. Да, да. То есть вот в 89-м году выходила кассета его с Карташовым. Там несколько было песен в его исполнении. А в принципе, до вот 1994 года, чтобы сольная кассета Рязанова, такого не было. Да. Ну, уже потом были, конечно, и «Докурим свой окурочек», и все остальные. Ну, вот это был первый такой шар. Ну, на самом деле, у этого альбома своя история. И я считаю, что эту историю вкратце надо сейчас вспомнить. Все-таки 19 лет с того момента, как мы эту запись сделали. На самом деле, я познакомился очно с Николаем Рязановым в 94-м году. Я познакомился с ним в начале года. У меня была задача найти Николая Рязанова. И в свое время в одном из кооперативов звукозаписи крупных, он назывался «Меломан», работал парень, который в свое время с ним был очень дружен. Он не увлекался совершенно такой музыкой. Он шансон гораздо мало, гораздо меньше меня знал. В основном была западная музыка. Но он знал Рязанова. И за несколько лет дружбы с этим кооперативом звукозаписи сложились отношения очень хорошие с этим человеком. И когда я в свою коллекцию брал что-то из того, что было в коллекции кооператива, обменивая на записи нашей студии, то он мне говорит, слушай, а давай я тебя с ним познакомлю. Я говорю, с кем? Он говорит, да с Рязановым. Это же вот он, Николай Жемчужный. Я говорю, фамилию я слышал до этого. Но, откровенно говоря, я не думаю, что он вообще сейчас поет. И вообще сколько ему должно быть лет? Он говорит, да брось ты. Он совсем не старый. Не говоря еще о том, что это они пели ретро и подретро. Так и записывали-то все это в 70-е. Ну, мой разговор с этим человеком происходил в конце 80-х годов. Я тебя с ним познакомлю. Он прекрасный музыкант, очень контактный человек. По сей день работает и поет в ресторане. И только к 1994 году я посчитал, что наша студия готова к знакомству с Рязановым, потому что мне хотелось, чтобы и ему, и Александру Розенбауму, с которым я был знаком раньше, но как коллекционер, как его поклонник, который с магнитофоном ездил на его концерты, записывал их в разных местах. Но все-таки студии-то у меня для Розенбаума тогда не было. Такой, в которой я мог бы его записать качественно с музыкантами. И для Рязанова тоже такой студии не было до 1994 года. То есть мы не обладали тем уровнем оборудования. Ну, и не было у нас еще тогда радиовещания в FM-диапазоне, чтобы этим людям предложить то, чего, как я убежден, они были достойны. Поэтому я, в общем, Рязанова не искал. А к 1994 году понял, что пришло время, потому что вот он FM-эфир, вот она программа «Ночной такси», которая была открыта как постоянная программа в эфире. Надо искать людей, с кого все это начиналось в 70-е. Я нашел Колю и как-то сразу с ним подружился. Вот редкая очень в жизни ситуация, когда знакомишься с человеком, и получается, что вроде бы ты с ним был знаком, может, минимум десяток лет до этого. И этот контактный добрый человек произвел на меня очень большое впечатление. Причем, в первую очередь, тем, что он сразу сказал, я ремиссник от музыки, я не фронтмен групп, я сам редко пою, я умею делать музыку для кого-то, я люблю музыку, и звездной болезни не болен. Действительно, все, что он сказал тогда, при первом знакомстве, оно все вот так вот и было. Хотя, конечно, за те годы, что он стал работать с нами, конечно, он вошел в музыкальный мир профессионально по-другому. До нас, конечно, вряд ли кто-то представлял Рязанова и его группу, воссозданную в таком объеме, как надо представлять по уровню их таланта. И я, подружившись с Колей в начале 1994 года, я предложил ему записать у нас альбом. Вообще, предложил работать в нашей студии как сессионному музыканту, как аранжировщику, и в обязательном порядке, конечно, записать альбом со своим вокалом. Вот так, собственно, состоялась эта история. И я на уговоры потратил, наверное, где-то месяца 3-4, но даже раньше, чем мы начали записывать вялотекущую шизофрению Александра Розенбаума, мы стали записывать Николая Рязанова и братьев жемчужинок. Тогда он и привел в студию Лешу Дуркевича, он меня с ним познакомил, и привел в студию прекрасного аккордеониста и саксофониста Александра Кавлилашвили. Вот, собственно, они втроем, и тогда еще не было Виктора Смирнова, но Витя появился позже, Витя появился в 95-м году. Они и записали тот альбом, который носит название «10 песен 20 лет спустя». Я потратил много времени на уговоры Рязанова, потому что, с одной стороны, я хотел, чтобы фронтменом, вокалистом был он, а с другой стороны, я хотел, чтобы они исполнили тот репертуар из своего и северного репертуара Аркадия, конечно, который выберу я. Ну, я хочу сказать, что мне в итоге удалось этого добиться. Я был рад, что он согласился петь, и также был рад тому, что он согласился с большей частью тех 10 треков, которые я ему дал на утверждение. Хотя были и песни, которые я не знал, и были песни, которые он любил сам. В частности, из этих 10 песен две по выбору принадлежат Рязану. Это песня, которая называется «Маслицы». Он ее пел и в 70-е годы, и в ресторане пел, и на одном из подпольных концертов под запись для Маклакова. Он любил ее все время и считал, что обязательно это блатную песню. Надо исполнить современные аранжировки уже с современными инструментами. И плюс к этому, там есть песня на стихи Писарева, как выяснилось, не Раменского, которая называется «Стоишь ты на углу». Она из последнего концерта Аркадия Северного жемчужины, из того самого Олимпийского, о котором мы с тобой уже в ночном такси говорили, который будет издан нашей студии в восстановленном, реставрированном качестве только в начале 2014 года. И вот как раз песня из этой последней работы Рязанова с Аркадием Северным была выбрана Рязановым для того, чтобы он ее своим собственным вокалом записал у нас. Я рад, что эта пластинка очень удалась. Она вышла действительно достаточно большим тиражом на компакт-кассетах, которые издавала студия «Союз», которая приобрела лицензию у нас. И она же вышла и в качестве небольшого коллекционного тиража на компакт-дисках. Ну как небольшого, было сделано 5000 пластинок. Я знаю, что коллекционеры и по сей день многие охотятся за этим оригиналом. Причем могу сказать, что альбом нами никогда на компакт-дисках не переиздавался. Поэтому я думаю, что людям, которые хотят иметь его в коллекции, следует обратиться на iTunes, потому что на нашей витрине на iTunes, которую мы открыли в этом году, в 2013, этот альбом в оригинальном качестве есть. Ну что же, смотрим Николая Рязанова и «Братья Жемчужих». Рязанова и «Братья Жемчужих» Стоял на раз на стрёме, держа в руке ногам, Смотрю, ко мне подходит незнакомый мне граждан. А он говорит в Марселе, такие кабаки, Такие там бордели, такие коньяки. Там девочки танцуют голые, там дамы в соболях, Галдея носят вина, а воры носят фрак. Потом достал он ключичек, открыл свой чемодан, Там были фунты, франки и жемчуга-стакан. Возьмите фунты, франки и жемчуга-стакан, Взамен вы мне отдайте военного завода план. Советская малина собралась на совет, Врагу там порешили тогда ответить нет. Мы сдали того фраера, войска НКВД, С тех пор его по тюрьмам я не встречал нигде. Нам власти руку жали, жал руку прокурор, Потом нас посадили под усиленный надзор. Сидим мы в темной камере, имеем одну цель, Ах, как бы нам добраться в тот западный Марсель, Где девочки танцуют голые, где дамы в соболях, Галдея носят вина, а воры носят фрак. В ночном такси рубрика «Лицом к лицу». В рубрике «Лицом к лицу» сегодня мы с Михаилом Дюковым Обсуждаем интервью Виктора Тюменского, Которое было дано нашей студии практически ровно год назад, В ноябре 2012 года. Как ты познакомился с творчеством Виктора? Первый альбом, по-моему, был «Суета», самый первый. Потом была «Комната моей души», по-моему, «Черный» будет. Нет, «Комната души» как раз-таки была четвертым проектом. «Карамболь» еще был, «Следосияние». Вот как раз первые три проекта, как раз ты правильно знал. Чисто не совсем воспринял. Я как раз Виктора воспринял, когда я посмотрел его живьем. А, то есть у тебя началось его восприятие с видео, которое мы сделали. Да, я слышал песню «Зона» как саундтрек к сериалу и какие-то другие. Да, нравилось, да, хорошо, но Виктор очень интересен, гармоничен на сцене. Он хорошо работает, потом с ним интересно общаться. Он человек без звездной болезни. Но очень эрудированный человек. Да, да, то есть тут сложилось все, сошли звезды. А вот его последний альбом, мне тоже крайний, крайний. И альбом, который он сделал, «Новое и лучшее» в аранжировках, уже тоже было интересно. Но тут уже я видел, знал человека, я понимал, как он работает, уже тут уже более близко, более лично. Поэтому вот, начиная с первых альбомов, я смотрел, он очень разный, конечно, человек. У него есть очень много лирики интересной. Опять же, вот вы сказали эрудированный, то есть человек, который пишет грамотные стихи. Это очень важно. Это сложно. Это сложно, это важно в жанре, потому что чем грешит эстрада? Слово туда, слово сюда, эти знаменитые зеленые ресницы и колосящиеся брови. Тут он не поэт классическом, не как Пушкин, но он поэт-текстовик, поэт-песенник. Он работает над текстом, и поэтому 90-95% альбома – это хорошие, красивые и качественные песни. Тексты, тексты. Я понимаю, стихи, да. Я согласен с тобой, да. На самом деле, мое знакомство с Виктором состоялось довольно своеобразно. Оно состоялось на расстоянии. Но не посредством того, что я где-то встретил его самого, например, в интернете, а посредством того, что я получил его альбомы. Я получил тогда сразу два альбома «Суета» и «Карамбуль». Послушал их и поставил в эфир программу «Ночное такси» на «ФМ-радио». Причем на какое-то время эти альбомы вызвали достаточный интерес публики. Сразу после постановки в эфир я остался сейчас с заявками на эти пластинки. Попытался поспрашивать, кто такой Виктор Тюменский. Никто мне на этот вопрос ответить не смог. Ну, то есть, я получил диски из Москвы. Получил я их не от издателя, а от дистрибьютора. И дистрибьютор говорит, я не знаю, где это записано. Никаких выходных данных на альбомах не было. Изданы были за счет автора. А потом известный и тебе московский журналист Максим Кравчинский совершенно неожиданно позвонил мне и говорит, «Александр, а не хотите ли вы записать видеофильм, видеоконцерт Виктора Тюменского?» Я ему говорю, я пытался Виктора найти еще год назад. Я не знаю, где он. А почему никто не знает о нем? Может, действительно, в Тюмени, там далеко? Он говорит, да нет, он в Германии живет. Просто это псевдоним по его родине. Он уехал туда и, наоборот, присылает оттуда песни. А диски изданы в Москве. А почему без выходных данных? Ну, потому что на тот момент ни одно издательство эти диски не бралось выпускать. Ну, таким путем состоялось мое знакомство с ним. А потом это знакомство, оно переросло и в дружбу, которая и по сей день у нас, и, надеюсь, будет и всегда. Я приехал в Германию перед записью его первого фильма у нас. А всего их три. Это было в 2007 году. Я приехал в Германию. Специально по его приглашению побывал у него дома. И мы записали в том же году фильм «Концерт Зона», где была и эта, ставшая весьма популярной песней, которую он писал для телесериала одноименного, как песню титульную. Ну, и также, конечно, были совершенно другие песни из разных его альбомов. Что мне понравилось, так это то, как он основательно к этому отнесся. То есть у него была группа, причем группа большая, семь человек, вплоть до бэк-вокалисток и ударных инструментов. Ну, то есть так вот основательно все это было сделано. Он собрал эту группу в Москве, они разучили эту программу, и мы записали все это в абсолютный лайф. Что, конечно, на самом деле очень сложно. То есть обычно все-таки не так. Обычно используется для записи определенный электронный инструментарий. Вокал, конечно, живой, но, так сказать, есть масса способов облегчить пение. А он пошел самой трудной дорогой. То есть это была команда целиком с разученными партиями и очень неплохо сыгранная. И вот так мы записали в 2007 году его первую работу. То, что мы сейчас покажем фрагмент интервью с ним, это интервью, которое было записано уже при создании нашей студии третьего фильма-концерта Виктора Тименского на протяжении 2007-2012 годов. В прошлом году Виктору исполнилось 50 лет. Мы сделали, кстати, в подарок для него маленький такой фильм. Виктору Тименскому только 50. На несколько минут сделали специально для празднования, чтобы в зале на проекционном экране показали. Но фильм неожиданно Виктору понравился, этот шутливый. Он попросил, чтобы этот фильм остался на канале «Ночной такси». Мы поставили его на YouTube, и его тоже можно посмотреть. И при этом договорились о том, что сделаем сразу два больших его альбома. Сделали альбом «Аудио», который называется «Лучшее новое». И сделали точно так же и его видеоверсию. Причем интересно, что аранжировки для всех старых, уже проверенных временем песен Виктора, делал очень хороший аранжировщик из Германии, которого зовут Максим Дергунов. Мы же, собственно, и познакомили его с Максимом, потому что, естественно, там живет. Конечно, лучше это делать в Германии, чем приезжать для записи в Санкт-Петербург. На мой взгляд, получились очень оригинальные аранжировки. И, на мой взгляд, получилась очень и очень приличная пластинка, которой мы буквально сразу, через месяц после издания, в качестве компакт-диска сделали очень хорошую DVD-версию. Кстати, DVD-версия тоже издана в качестве DVD, но, естественно, доступна на нашем канале на YouTube. Поэтому сегодня я предлагаю фрагмент интервью с Виктором, который был записан именно тогда, в ноябре 2012 года, у нас в шоу-холле «Атмосфера», буквально за несколько минут до выхода на сцену. Ты была девчонкою, тонкой, как тростиночка, с глазами бирюзовыми, как на той картиночке. Осенью свела судьба, нас с тобою, милая, я тебе сказал тогда, какая ж ты красивая. Лена, Лена, Леночка, как в косичке ленточку, ты вплела судьбу свою, протяжью жизнь мою. Познакомил меня с Максимом Дергуновым. Ты, конкретно, твоя студия. Значит, я за это очень благодарен, потому что с Максимом нам пришлось работать в Германии, хотя мы там вроде рядом находимся тоже сессионно. И ты правильно заметил, что некоторые были не то что разногласия, но и разное видение, скажем так, и музыкальное представление. Хотя он очень грамотный аранжировщик, но я всегда, как ты знаешь, пытаюсь или стараюсь что-то свое привнести в аранжировки, пытаюсь так, как я вижу в голове, чтобы не идти на поводу каких-то штампов и так далее. Но вот в каких-то трениях, скажем так, в творческих, нормальных, совершенно рабочей обстановке нам удалось это сделать. Не всегда я был доволен какими-то вещами, но как обычно. Но в целом, вот сейчас прослушаю уже после того, как ты ее выпустил у себя на студии этот альбом, этот диск, я вижу, что работа получилась действительно такая достойная, я считаю, тоже согласен с тобой в этой оценке. Ну и все звучит по-новому, всегда хочется что-то, где-то неправильно там по своему ощущению спел, где-то что-то там в музыке не додал, хотелось это сделать. Ну и собрать, как говорят, The Best, да, лучше, то что там 6 альбомов, все-таки информации много, там больше 100 песен, в том числе это там телевизионные сериалы были и так далее, которые я... Ну, мы же делали тебе МП-3 в прошлом году. Сознательно песни эти не брал, может быть, это не то лучшее, естественно, у всех разные предпочтения и вкусы, но я подбирал именно потому, какие песни действительно какие-то знаковые оказались, допустим. Некоторые из них, честно скажу, я мог бы и не включать, или какие-то я не взял в этот альбом, который я считаю, допустим, лучше, чем... Но так подбирал, что где-то была большая огласка там на сборниках, допустим, такая песня, как «Жиганы», допустим, много где она прошла, поэтому она появилась в пластинке. Ну, я считаю, что эта задача удалась, потому что пластинку мы постили недавно, она вышла всего лишь 3 недели назад, относительно вот сегодняшнего дня. Она уже есть и в магазинах музыкальных, кстати, по отзывам, пластинка оказалась хорошей, потому что она звучит, еще раз говорю, очень свежо. И мне думается, что в этой пластинке будет хорошая судьба, потому что люди обычно запоминают вот такие, ну, как бы рубежные, что ли, вещи, потому что все-таки тебе исполнилось 50, и ты 10 лет уже занимаешься производством музыки, начиная с 2002 года, первые твои альбомы вышли, хотя они всегда записывались в Россию, но, не знаю, на твой отъезд в Германию, но издавались они, так сказать, и издаются из расчета на то, чтобы они попадали везде. Но они ориентированы на русскую публику. Мы об этом тоже говорили в одном из интервью, потому что... Это не темно, что живешь, ты в основном в Германию столько приезжаешь, но пластинки эти можно называть космополитичными, интернациональными. Вот. Я, конечно, всегда встречаюсь с вопросом публики относительно того, вот, что спрашивают про тебя, да, меня, потому что все-таки мы достаточно немало представляем твоего материала, и в эфире нашей интернет-радиостанции, новой Шансон-24, и в эфире нашего большого канала на Ютьюбе, и люди, конечно, меня спрашивают, как правило, одну и ту же вещь, собирается ли Виктор выступать с публичными концертами. Были ли такие мысли, и есть ли это в планах? Или это так и останется, что Виктор Тименский, это как бы студийный певец, автор, который сделает музыку для телефильмов, и, как бы, ну, грубо говоря, поет человек вот для себя? Или все-таки есть попытка, или будет попытка отдать это людям с точки зрения концертного тура какого-то? Да, я понимаю твой вопрос. Его сдаю не я, его сдают люди, которые хотят узнать. На первом альбоме, если ты помнишь, там была написана такая маленькая строчка «Артист не гастролирует, да?» Да, я помню. «Суета». Я помню. С тех пор, может быть, как раз это... Ну и у меня тоже там на сайте спрашивают, когда будете там, когда будете. Я захожу на сайт. Будете ли когда-то выступать? Значит, я могу сказать одно, значит, я, ты же знаешь, у меня нет концертного там директора или продюсера, который бы целенаправленно занимался. Ну, занимался этим, да. Хотя это можно было бы, наверное, сделать, но моя позиция такая. Если люди хотят, позовут куда-то, никогда не откажусь, там, какой-то концертный... Я понял, но сам заниматься этим не буду в силу того, что есть, как бы, свое время, свой бизнес, да, занятый. Это, она же как, ты сам знаешь прекрасно нашу индустрию, эту шоу, как называют. Она очень неповолотливая. Она рассчитывает на то, чтобы артист ее, как бы, старательно коррумпировал, чтобы она уже потом вроде как его поддерживала. Она, с одной стороны, простая, но с другой стороны, очень сложная. То есть все стремятся сначала что-то создать, одну песнюшку, потом записать клип и срочно выйти на чес и с этого жить, да? А некоторые, ну, как я, допустим, я этого изначально не хотел. Ну, да, десятилетия этого не делают, но создаю песни и отдаю их людям. Я создаю песни, отдаю людям и жду отдачи в то же время, чтобы не было это в песок. Если я сейчас скажу, что я пишу там для себя, это неправильно. Зачем тогда записывать? Для людей, конечно. Я бы мог записать ее там на гитарке, на кухне побрякать и все. В смысле? Поэтому если я жду ответной реакции от людей, естественно, если она проявляется или проявится в том, что появится человек, скажет, давайте мы организуем там ваш какой-то концерт, рассмотрим всегда. Ну, стою я открыт к этому, думаю, твоя студия тоже. Альбомный блок в программе Александра Фрумина «Ночное такси». В альбомном блоке сегодня мы с Михаилом Дюковым рассказываем о новой работе автора-исполнителя из Минска, о работе Виталия Кочеткова, которая носит название «Спасибо, сердце». Ну, про Кочеткова, наверное, в большей степени должен рассказывать ты, чем я, потому что это как раз тот музыкант, которого привел в студию «Ночное такси». И, в общем, кажется, что вчера, а уже прошло два года. Именно ты. До тебя, не я лично, как продюсер студии, никто-то из наших сотрудников не слышал о творчестве Виталия Кочеткова, но, познакомившись благодаря тебе, мы об этом знакомстве не пожалели. Как ты познакомился с Виталием? Он написал мне сам, мы начали общаться, он прислал несколько песен, прислал альбом. Тогда мне показалось, что это было похоже, я его назвал в прессе, и это подхватило пресса потом, Минским Митяевым, Белорусским Митяевым. Ну, я знаю, что в первую... Да, в первую день у него было очень... В первый раз ты его так назвал, да? Да. А потом я понял, что все-таки это больше тяготеет Казнавуру, то есть вот такие маленькие мини-спектакли, такие мини-пьески, потому что Виталий после первого альбома, такого больше эстрадного, больше лирического, он сделал такой шаг в сторону ретро, почему альбом называется «Спасибо, сердце». Тут я грешен, я эту песню практически настоял, уговорил. Виталий долго не соглашался, сказал, что после Тесова это петь очень сложно, это неперспективно, но оказалось, что это выстрелило. Еще он записал «Темную ночь», по-моему, и на видео она уже есть. То есть он проникся старой эстрадой советской, и для него это сейчас очень хорошая ниша. Вот он по ней идет, следующий альбом вообще собирается писать именно такой лирический, именно по мотивам ретро и песен того же «Арганди Северного». Наверное, это будет интересно, и пластинка удалась, тем более, что Виталий очень скрупулезно работает со звуком, с музыкантами, очень много живого звука. И хотя пластинка писалась в Белоруссии, но качество это, конечно, очень высокого. Это вызывает удовольствие. Ну да, я с тобой согласен. А мне очень радостно, что он такой последовательный человек. Дело в том, что он же редко пишет для себя сам. То есть он именно исполнитель. Отчасти композитор. Да, отчасти композитор. В этом смысле его можно называть, конечно, автором-исполнителем, но все-таки не в плане стихов. Но его тема, которую он для себя избрал, она, мне кажется, как раз вот такой, что ли, бороздой на музыкальном поле, которой практически никто не идет. То есть это песни, которые, потому что они тихо исполнены, очень хочется сделать погромче. И послушать. То есть я рад, что со мной согласен, потому что я как-то сразу, я в первый момент, когда он записывал у нас первый раз видео, мне показалось это немного необычным. Я вслушался, и я понял, что этот парень, если он не остановится, он будет обязательно иметь большую аудиторию не только в Белоруссии, а будет иметь ее везде, где понимают по-русски. Потому что очень сложно заставить прислушаться к тому, что ты хочешь сказать. Есть же разные способы на эстраде, есть способы наоборот. Громкие, шумные. Ипотировать. Да, ипотировать чем-то. А он избрал совершенно другую творческую концепцию. И мне почему-то думается, что это должно найти очень такую верную аудиторию. Потому что он добрый. Он добрый, он пытается как-то сказать людям, как бы достучаться до них с чем-то своим. Мне кажется, что ему это удается. И новая программа, вот та самая, о которой ты уже сказал, программа, для которой мы предоставили права на композицию Аркадия Семенова, она, мне кажется, очень даст сильный импульс его аудитории прослушать и то, что было до этого. Потому что, интересно в чем, это уже будет на самом деле достаточно конфликтная песня, потому что я был очень приятно удивлен, когда он сказал, что там будет Мурка, что там будут генералы песчаных карьеров с текстом, который писали для Северного и с участием самого Аркадия, как утверждал Аркадий. То есть там, в общем-то, будет совсем не открытая ретроэстрада, которая была доступна, а там как раз таки будет эстрада магнитофонная, та, которая была по-настоящему не подцензурна, когда эти песни создавались. Я думаю, что перспектива вот именно такого узнавания и, что называется, появления новой аудитории у Кочеткова именно при издании того альбома, который сейчас еще находится в работе, а выйдет он только в 2014 году, я думаю, она очень серьезно увеличится. Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон, когда влюблен любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь. Сердце, тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить, сердце, как хорошо, что ты такое, спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Ничто не вечно под луною, нельзя всю жизнь быть молодым, и сразу с первой сединою все рассеется, как дым сном заботы. Ох, эти дни былого счастья мы с вами будем вспоминать, и словно луч среди ненастья нас будет снова озарять, опять, опять. Сердце, тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить, сердце, как хорошо, что ты такое, спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Ну вот и все на сегодня, дорогие друзья. Это вновь была телевизионная программа «Ночной такси» на YouTube. Мы с Михаилом Дюковым рассказывали вам о музыке шансона по-русски, о той музыке, которой студия «Ночной такси» занимается вот уже на протяжении 28 лет. Также, дорогие друзья, предлагаю вам не только смотреть нас, но и слушать. Радиоверсия программы «Ночной такси» выходит на нашем портале, на портале нашей интернет-радиостанции шансон24.net каждый четверг с 22 до 24 часов. Время вещаний, естественно, московское, программа большая. Я веду ее в онлайн вместе с главным редактором нашей радиостанции Андреем Левашовым. Программа записывается и ретранслируется дважды на территории Германии на радиостанции «Русский Берлин». Это частота в Берлине 97,2 МГц. А первый эфир происходит в четверг с 21 до 23 часов время вещания центрально-европейское. Затем еще один повтор в понедельник следующей неделе с 22 до 24 часов. Так что, дорогие друзья, предлагаю вам и слушать, и смотреть программу «Ночной такси». И прощаюсь с вами до следующей недели. «На волне ностальгических нот, на волне позабытых мелодий, вместе с вами ночное такси городских серенат и рапсодий». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова